А в Советском районе тренируются в борьбе уже с птичьим гриппом. Там состоялись масштабные учения по ликвидации ЧГ-инфекции. Вспышка заболевания, по легенде, в одном из фермерских хозяйств. 72 специалиста, а также 15 единиц спецтехники показали себя в экстренной ситуации. Насколько успешно, узнаем из следующего сюжета. Костюм на молнии с дополнительными лягучками запашными. Далее мы надеваем первый свой перчаток, первую пару. Согласно легенде учений, на одном из личных подсобных хозяйств Советского произошел падеж домашней птицы. Владелец обратился в ветеринарный центр, где был поставлен неутешительный диагноз. Отработка комплекса мер по ликвидации ЧГ-инфекции началась с общего построения всех привлеченных служб и докладов их руководителей о готовности. Руководитель медицинской группы Крохарева Юлия Юрьевна, доложите о готовности группы. В цели и задачи группы входит оказание экстренной медицинской помощи в случае случайного введения препарата для эстоназии человеку, оказание неотложной медицинской помощи населению. Группа к проведению учений готова. Дальше участники перешли к наглядной демонстрации алгоритма действий по ликвидации и зачистке ЧГ-инфекции. При этом каждый свой шаг специалисты проговаривали вслух. Например, на этой локации происходит отбор биоматериалов погибшей птицы для отправки на дополнительные лабораторные исследования. Проба отбирается следующим образом. От сушки, от крутика отбирается головной мозг, сердце, трофея, легкие, печень, селезенка, почки. Здесь у нас своего рода импровизированный очаг, где произошел падеж птицы. На данный момент у нас уже проведены мероприятия по изъятию проб внутренних органов птиц. Далее вот эта птица, которая пала у нас, грузится в специальную машину, в специальный контейнер герметичный и уже ее доставляет на полигон утилизации. Согласно существующим нормам, чтобы предотвратить распространение инфекции, специалисты должны изъять всю птицу в радиусе 5 километров от зафиксированного очага. В данном случае, по легенде учений, в указанной зоне располагалось лишь одно личное подсобное хозяйство, где занимаются разведением кур. После проведения обследования на территории хозяйства было выявлено 40 голов птицы домашней. Других животных выявлено не было, животных без владельцев также выявлено не было. Позже хозяин кур получит компенсацию от государства за понесенный ущерб. А пока выявленная птица в соответствии с правилами была подвергнута эвтаназии, затем взвешена и также в герметичном контейнере с соблюдением всех мер предосторожности вывезена для утилизации на специальный полигон. Сжигание птицы происходит дозольного остатка. После этого специалисты пересыпают место захоронения специальным составом на основе хлора, и бульдозер завершает мероприятие по ликвидации очага инфекции. По результатам командно-штабной тренировки, ее участники получили положительную оценку от ветеринарной службы Югры и наблюдателей. Особо было отмечено слаженность и эффективное взаимодействие всех задействованных в учениях служб и подразделений. Максим Красный, Александр Охромович, Иван Лободин.